Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю очередной видосик. Сегодня мы получим звание на моем аккаунте киноармии в режиме джаггернаут. Надеюсь, что меня здесь не сольют. И в конце данного ролика откроем 10 золотых ящиков. 10 контейнеров, ребят, мы откроем. У меня сейчас на аккаунте 50 контейнеров имеется. 10 из них сегодня откроем, потому что мне нужна нарочка. Нарки у меня мало. Надеюсь, что мне ее сегодня как раз таки и дропит. Говорят, ребят, что у нас очень сильно понерфили режим джаггернаута. На маленьких званиях теперь почти невозможно удержать первое место именно не слившись. Ну вот, шел я сегодня тут на такую каточку на Вольфенштейне. Залез на почти беспроигрышную позицию. И пока дела у меня идут довольно таки хорошо. Сейчас меня могут, конечно, слить. Надо очень аккуратно сыграть. Очень аккуратно. Давай, 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 давай. Хорошо. Овердрайв есть. И пока все нормально идет. В этом плане все окей. До звонки у нас осталось 100 опыта. И 3 минуты до конца боя. Я думаю, в принципе, я должен успевать забирать звонку в этой каточке. Ну и, что касается вообще данного режима. Почему произошел данный нерв? Почему понерфили именно на маленьких званиях? В принципе, кто, ребят, видеоблог смотрел, там, в принципе, все сказали довольно таки подробно. Но главный момент и аспект в том, что джаггернаут на маленьких званиях наносил очень большое количество здоровья. Ну, снимал, я имею в виду. И поэтому почти все танки, то есть М0, были на один выстрел. Сейчас данный урон был уменьшен. И удержаться на данном джаггернауте даже при таких возможностях намного сложнее. И что касается именно здоровья корпуса, тоже она у нас, ребят, понижена. Если бы я записал видосик чуть пораньше, у нас был там такой моментик. Я на фризе М1 унес просто фулл-танк джаггернаута. Просто фулл-танк, налегке. Ничего там такого сложного не было. И меня это, если честно, очень-таки сильно удивило. Ну, а я тем временем, ребятки, поднимаю званочку уже так быстро. И остается у нас, ребят, 2 минуты. Попробуем, давайте, набить сотку. И сказать всем, тем, кто не может ничего набить на джаггернауте и говорит, что теперь джаггернаут на маленьких званиях не рулит. Блин, 0 хп, нет. Ясно. Не набил я сотку. Но, что касается, ребят, именно-таки данного режима, я вам могу сказать точно, что в нем можно играть. И нужно, я даже бы сказал, играть. Если вам нужна звонка, вы хотите быстро ее поднимать. То все так же самое, если у вас есть прямые руки и у вас есть вообще замысел, не знаю, какая-то мысля, где можно удержаться на джаггернауте, на какой карте, как сыграть, как сыграть правильно с овердрайвом. Если вы все это знаете и умеете, то у вас никаких особо проблем в этом не будет. Я вот уже набиваю звезды на войне, все-таки сейчас война идет. И уже где-то 3-4 катки сыграл на джаггернауте именно на данном аккаунтике. И скажу вам, что ничего такого плохого нету. Все так же самое, можно легко набивать опыт, набивать киллы и забирать спокойно первое место без особых проблем. Понятное дело, что сливать сейчас джаггернаут стало намного проще. Но этим и стал, как в какой-то мере, интереснее данный режим. То, что он не такой прям бессмертный. И чтобы на нем удержаться, стало еще намного и намного тяжелее. Но, в принципе, данная катка подходит к концу. Набил я вот 82 килла. Сейчас попробуем как раз-таки слить джаггернаута. Без ддшки. А, наверное, было аптечку прожать, не успел я. Чуть-чуть развернуться, хотя можно было сливать. В принципе, сейчас достаточно. Вот, например, я играю на этом своем викафризе. Он наполовину качан. В принципе, один баллон и, наверное, еще какая-то треть хватает, чтобы слить джаггернаута именно на таких званиях. И это очень-таки легко и очень-таки быстро. Но в плане того, когда вы играете на самом джаггернауте, вам главное надо понимать, что если вы подпустите преза к себе, то слить его вы уже, ну, никак не сможете. Ладно, каточку на джаггернауте сыграли, звонку подняли. Теперь давайте откроем контейнеры. Откроем здесь сегодня 10 штучек. У меня их 50. Откроем 10 и будем надеяться, что что-то хорошее мне сегодня тут упадет. Что касается комплектов, то вот этот комплектик я бы хотел бы приобрести. Возможно, я его в скором времени приобрету, если как раз-таки набью данное количество кристаллов. И потом запишем видео, потестим вообще данный комплект. Посмотрим, на что он вообще способен. Скидка на него тоже, ребят, очень-таки хорошая. Так что давайте откроем 10 коробок. Открывать будем по одной. И будем смотреть вообще, что у нас сегодня будет здесь падать. Первая коробка сразу синяя. Краска Исландии. Нифига себе. Краска Исландии. Не упала. Где она есть? Какая вот красочка. Краска, если честно, за волков краска красивее, чем Исландия. Ну, первый контейнер и сразу краска. Возможно, что-то хорошее мне сегодня упадет. 125 аптечек. Аптечки мне нужны были. Это хорошо. Так, сколько у меня аптек? 140 аптек становится. Мне нужна, ребят, нитра. Видите, у меня нитры вообще нет. Просто ноль нитры. Как я без нитры могу играть в режиме Джаггернаут? Вы же сами понимаете, что без данного дропа там я сделать почти никогда ничего не смогу. Ладно, давайте открываем дальше. И фиолетовая! Что там было? Что там было? Краска Огненный Дракон. Нифига себе. Я уж думал, 100 кассиков упало, посмотрел на кристаллы и 100 кусков нет. Но фиолетовая падает. Ну да, что-то удивительное мне сегодня дропает на краски. Огненный Дракон. Это одна из новых красок, я так понимаю, да? Но выглядит она тоже как-то не очень эффектно, если честно. Можно было бы как-то ее и покрасивее сделать. Все-таки останемся на краске в волках. Что-то на волках мне сегодня падает. Три контейнера открыл, и все три контейнера хорошие. Давайте дальше. Зеленый. Три дня премиум аккаунта. Еще и премку мне сюда дропнуло. Что может быть лучше? Что-то очень круто начинает падать. Прям очень круто. Дропает один за другим. Ну ладно, окей. Осталось у нас еще шесть коробок. Шесть коробок еще откроем. Ну а большие открытия мы оставим на потом, на конец войны. Либо еще потом какой-нибудь видосик запишем. Не знаю, что у нас там еще может будет. Так, шесть коробочек. Четыре очень хороших было. Ну вот и что и требовалось ожидать. В принципе, упали мины долгожданные. А нитра мне так и не упала. Ну блин, если мне с пяти еще контейнеров не упадет нитра, будет обидно. Синяя 10 голдов. Еще и золотые ящики падают. Ну нормально, 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 нормальных столько у меня, кстати, голдов. Где золотые ящики? Припасы 25 голдов. Нифига себе, у меня даже 9 батареек есть. А, это за, получается, за что вы давали? А, за цепочки, наверное, да? Четыре контейнера еще откроем. Четыре. О, наконец-таки мне нитра упала. Что я и хотел. Все, хватит мне. Нитры теперь точно мне хватит. На режим джаггернаута. И это очень-таки хорошо, что она у меня наконец-таки упала. Так, открываем следующую коробочку. Еще три дня премиум аккаунта. Нифига себе, мне тут на премке надавалось 6 дней према уже. Прикольно. Не знаю, зачем мне здесь премиум аккаунт. Но, званочку, в принципе, можно было бы поподнимать. Можно было бы поподнимать. Плюс, каждый день у нас бонус еще к этому всему будет. Так что, комплектик прикупим, я думаю, данный корпус мне, в принципе, не нужен. А вот пушечка лишней точно не будет с модулем. Так, ну и сколько у нас? Два контейнера еще, ребят, сегодня откроем. Два контейнера. Один открываем. Двяшки у нас падают. И последний контейнер у нас остается. Кристаллы у нас. 3,5 тысячи кристаллов падают. Ну что, до комплекта мне осталось сколько кристаллов набить? 9 тысяч кристаллов. Но, в принципе, это не так много. Сейчас будем играть еще, ребят. Джаггернаута. Нагибать, я думаю, набивать звезды. И данный комплект в скором времени вы увидите, как я его куплю. Как я его протестирую. Расскажу свои плюсы и минусы. Что вообще буду думать насчет данного комплекта. Ну, все вы это увидите, если будете следить. Ну, а если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Подписывайтесь, ребят, на группу ВК. В группе ВК у нас сейчас проходит масштабный конкурс. Итоги которого будут подведены на 3 тысячи подписчиков. До данной цифры у нас тоже, ребят, осталось не так много и не так долго этого ждать. Поэтому, ребят, подписывайтесь. Ставьте лайк данному ролику по вашим комментариям. Я тоже выберу победителя на промокодик. Промокодик у нас, ребят, на контейнер. Ну, а на этом все. Спасибо, ребят, всем, кто смотрел. Всем удачи и всем пока, ребят.